Здравствуйте, друзья. Вопрос. Меня зовут Олег, мне 28 лет. Программирую в основном Руби. Есть жена и маленький ребенок. Живем в Красноярске. Уже два года работаю как фрилансер для зарубежных компаний. И вроде бы все неплохо. Зарплаты по меркам России сумасшедшие. Но вот проблема в том, что нет стабильности никакой. Вроде бы был проект, работал несколько месяцев, а потом раз и заказчик пишет, что проект пока останавливается. Ну и все, обычное дело. И в моих услугах больше не нуждаются. Начинается долгий, нудный поиск нового заказчика. И так каждые пару месяцев. Невозможно устроить никаких планов долгосрочно. Конечно, можно устроиться на обычную работу здесь, но это же 500 долларов в месяц максимум. По сравнению с несколькими тысячами это даже не серьезно. В связи с этим есть несколько мыслей. Первая мысль. Переехать куда-нибудь, хоть в США, политика или лотерея, хоть в Европу. Куда куча предложений. В смысле, каких-то у нее там предложений. Видимо, работы. Но здесь нюанс. Жена совершенно не говорит по-английски. И не очень хочет его учить. Мысль вторая. Собрать команду программистов здесь. И искать долгосрочных заказчиков в США. Но тут вообще ступор. Потому что не понимаю, как это сделать. Я слышал, что офшорные софтвор-девелопмент компании достаточно популярны среди американских заказчиков. Так ли это? Что стоит сделать в первую очередь? Приехать на пару месяцев в США и начать искать заказчика там? Или можно и через интернет? Мыслей куча. Но видится мне, что это все бессмысленно. Системная мешанина. Спасибо за ответ. Отвечаем. Хотел я камеру направить на себя. Вроде пока солнышко позволяет это сделать. Пусть будет на меня. Значит, первое, что я хочу сказать. А что жаловаться? Ну, если ты, конечно, ты вынужден искать проекты периодически. Это правда. Но если по деньгам тебе все равно выгоднее быть какое-то время в поиске. Какое-то время делать этот проект. Чем, например, 500 долларов там получать. И вроде постоянно, но без денег. Какой же смысл? То есть я бы даже не стал этого рассматривать. Ну, получай, значит, поработал, значит, поискал, поработал, поискал. Мое понимание такое, что чем более серьезные вещи ты можешь делать, тем легче тебе искать следующий проект, тем больше он будет стабильным. В том смысле, что заказчику будет все сложнее и сложнее отказываться там от твоих услуг и так далее. Чем выше класс человека, тем надежнее он себя чувствует. То есть вот эта вот проблема, которая есть, она будет более-менее решаться. Это со временем должно произойти. Значит, насчет жены это очень забавно. Она, значит, не хочет, у нее маленький ребенок есть, значит, она язык учить не хочет. А в Европе жить, может, она и в Европе жить не хочет, может, и в Америке жить не хочет, может, и вообще там классно, вот там, где она есть. И безусловно, у вас с женой, как сказать, явная рассинхронизация в жизни. То есть вот, во всяком случае, может, она и права в том смысле, что вам оно не так и надо, потому что вы так как-то мечетесь, вот сами не знаете, что хотите. Поэтому, может, она и права. То есть есть люди, которые не хотят никуда ехать, может быть, даже вы в этом даже похожи друг на друга. Она не случайная, может быть, не хочет ничего учить. Ну, в общем, в этом смысле вы попали, потому что у вас жена нелегкий на подъем человек, который говорит, эх, понеслось, понимаешь, там не так. Но с другой стороны, а что, женщина, у нее ребенок маленький, ну, у нее весь фокус на ребенке. А что вы сами на себя не возьмете? До магазина она дойдет, там, или, может, там по интернету покупки сделает какие-то, или так погулять пойдет. Поезжайте в Нью-Йорк, там много русских, поезжайте там в Лос-Анджелес, вот в Сан-Франциск. Там полно мест, где ей, собственно, и не надо особо учить английский, что вы нормально будете жить. И в Европе таких мест полно. В Берлине там пишут 300 тысяч русских. Не знаю, не проверял лично, но вот пишут так. В одном-таком Берлине 300 тысяч русскоязычных людей. Значит, что еще сказать? Мысль о том, что я вот тут программирую, значит, не начать ли мне свою компанию, тоже занятное, потому что все-таки это как бы разные две профессии. То есть одна профессия взять заказ, а другая профессия выполнить этот заказ. Конечно, работая таким фрилансером, да, вот молодому человеку приходится делать и то, и другое понемножку. То есть он понемножку программирует с перерывами. На, мягко говоря, на фигне всякой программирует. То есть, как бы, если уже он так, как бы, по-серьезному бы работал, может быть, что-то еще бы делал такое. Я бы на месте серьезно бы задумался о том, почему он там на этом вот Рубе программирует, а не чем-то еще. Там, ну, не, ну, в конце концов, можно и на этом. Значит, да, хотя там есть, как бы, пределы крутизны, как бы, конечно, да. Но начать компанию. Значит, начать компанию, это значит брать заказы. Помимо того, что ты берешь заказы, тебе придется еще организовать других людей на их выполнение. Понимаете? Если компания уже состоявшаяся, разросшаяся, и там есть разные люди, они занимаются разными делами, это одна история. Ну, вот у нас в школе, которая, казалось бы, небольшая совсем, у нас тут 10 человек постоянных сотрудников, из которых, ну, скажем, 3 там чисто административных. Но вот есть София, делает там интерншипы. Понимаете? Я так не могу сам. Я бы не сделал это так, как делает это София. Я не сумею. Нужен другой человек на это. Есть педагоги, которые преподают. Если я начну преподавать вместо них, ну, во-первых, меня не хватит. Во-вторых, я не смогу делать тогда то, что я должен был бы делать еще за пределами вот этого всего. Поэтому, значит, что я хочу сказать, что сложненько так. Вот ни с того, ни с сего. Значит, из человека, который пишет код, ну, или там как-то так в сети ищет себе какие-нибудь проектики, там, для себя лично, значит, начать искать проектики на группу людей. И этой группы у вас еще нет. И, ну, страшное дело. То есть, есть люди, которые легко организуют что-то, есть люди, которые легко выполняют, есть люди, которые легко берут заказы. Но вот чтобы один человек делал сразу три, а это придется делать именно так на первых парах, во всяком случае, то есть нельзя утверждать заранее, что у молодого человека нет такого таланта, вот чтобы это все сделать. С другой стороны, никаких оснований утверждать, что талант есть, мы тоже, у нас нет. Мы только видим, что он мечется. И все эти метания в конечном счете у него упираются в жену, которая не хочет учить английский. Потому что, если бы она хотела учить английский, то он бы поехал с ней куда-нибудь в Европу, у него там предложений много, или вот там в Америку, там по политике бы поехал. И, в общем, все бы у него было нормально. Но поскольку жена английский учить не хочет, то он оказывается в такой сложной ситуации, то ли ему предпринимателем стать таким уже прям серьезным, то ли вот нет. Да. Вот какие проблемы, друзья, жена может создать молодому человеку. Значит, приехать ли ему в США и тут искать проекты, или как-то искать их онлайн. А я не знаю. Значит, в США ехать это денег стоит больших. И на билеты, и на проживание, и на то, чтобы разъезжать. И никто ему аппоитментов с компаниями тут не назначал. Поэтому я даже не знаю. То есть я понимаю, что это ему встанет там в десятку минимум. Но получит ли он что-то с этого, я не знаю. Команды у него нет проверенной. Вот он приходит, допустим, кому-то, ну, и говорит, давайте мы вам сделаем проект. Там у меня есть пять человек, которые там что-то. Ему говорят, а эти пять человек сколько проектов уже сделали? Он говорит, ну, пока не сделали. Не, он может соврать, он может сказать, что 25 сделают. Ему могут сказать, ну, покажи там, дай референс там или что-то. Если он говорит правду, он говорит, ну, я вот один пока, но у меня там есть классные ребята, я их сейчас соберу, организую там туда-сюда, и вот мы вам покажем там. Я не знаю. Это кроме того, что есть общая тенденция такая. Ну вот, честно, вот я как человек, который немножко как бы смотрит на это вот, приближенно к этой части планеты, я бы чисто по деньгам, например, дал бы это куда-нибудь во Львов там или в Харьков. Это будет стоить втрое дешевле, минимум. Первое. Второе. Вы видите, что сейчас происходит на мировой арене, да. Идет явно, идут какие-то провокации политические, военные, обострения какие-то, еще чего-то. То есть, как бы сказать, заказчик потенциальный не относится вот к размещению там проекта в России, так же, как, допустим, в Индии там или, я не знаю, Бангладеш. Есть дополнительные риски, которые с этим связаны. И кроме того, что по цене в Украине дешевле намного. Ну, чего это у вас за бизнес такой перспективный, я даже не знаю. Вот, поэтому, если как частное лицо вы можете там по чуть-чуть тяпнуть тут или тяпнуть там, то как компания, да еще не имея опыта как компания, да не имея команды как компания и так далее, я не хочу сказать, что ваши шансы нулевые, но я хочу сказать, что вам придется хлебнуть как следует. Особенно, если вы этого никогда не делали и сами не знаете, можете или не можете, вообще сложно. Вот, поэтому я думаю, что самое дешевое, продуктивное и так далее было бы, наверное, все-таки жене сказать, что пусть она не учит нифига английского, не нужно ей английского. Поедем в такое место, скажите, где можно обходиться без английского. Вот. Но есть шанс, что придется менять жену. Скажите ей, что бывает, что вот знаете, что бывает, что жены меняют, особенно если у них с английским проблемы. Точнее, даже не с английским проблемы, а с желанием вообще как-то соответствовать мужу. Вообще, соответствовать. Вот, понимаете, жена как бы должна иметь такую мысль, что надо соответствовать. Вот. Поэтому, ну опять это ваши дела, я не вмешиваюсь в мое дело-то какое. Ну или, ну возьмите на себя, скажите, ну ничего страшного, я буду зарабатывать, а она будет просто так, enjoy, без английского. Там два слова выучит, high и buy, и все, это больше не надо. Вот такая вот странная история с программированием на Ruby возникает в Красноярске. В общем, странный вопрос, честно, я вот так думаю, какие проблемы у людей. Вот всем бы его проблемы, понимаете. Очень многие люди сказали бы, я хочу такие проблемы, я их разрулю в секунду. Это правда. Очень многие люди разрулили бы это дело в секунду. Вот. Особенно с женой. Так что, ну в общем, такой мой совет вам. Счастливо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.